Бои отгремели, началось послевоенное восстановление. Похоже, к таким выводам пришли представители Германии, Франции, Украины и России. Нормандская четверка по урегулированию в Донбассе. На прошедших в пятницу в Берлине переговорах речь шла в основном о проведении местных выборов и восстановлении инфраструктуры, пострадавшей в ходе боевых действий. Новый статус-кво зафиксировал Константин Гальденцвайк. Дипломатическая академия Германии в предместе Берлина. Лишь здесь и лишь на уровне министров. Это седьмая встреча нормандской четверки в этом году. Пока на Донбассе стреляли, главы МИДов четырех стран на вилле у живописного озера решали, как положить конец войне. Заключение пускай шаткого перемирия, отвод вооружений, обмен военнопленными. Все это за минувшие месяцы в бурных спорах, но согласовали именно в Берлине, который и инициировал нормандский формат. Переговоры сегодня, как сразу дал понять Франк-Вальтерштайнмайер, должны были стать рубежом. Целый узел военных вопросов во многом развязан, но на очереди политические, прежде всего местные выборы на отвоевавшем юго-востоке Украины. Сепаратисты объявили о проведении выборов в одностороннем порядке. Это противоречило духу и букве минских договоренностей. После парижской встречи нормандской четверки это препятствие удалось устранить, и Россия смогла повлиять на отмену намеченных выборов. Сегодня нам надо сообща договориться, каким образом эти выборы, за которые выступают и Киев, и сепаратисты, все же смогут быть проведены уже в следующем году. Отправной точкой каждого раунда переговоров в Берлине служат по-прежнему февральские соглашения в Минске. Но сместилась точка главной интриги. Если Москва от боев на Донбассе ввиду сирийской кампании пока что явно отказалась, то вот в Киеве реализовывать уже политическую часть Минска-2 не спешат. Чем очевиднее, что в срок к концу года все пункты соглашения осуществить уже не удастся, тем решительнее Москва стоит на своем. К декабрю, когда ЕС вновь обсудит вопрос о возможном смягчении российских санкций, последние тяжелые вооружения, заверил Сергей Лавров, будут отведены. Но это не значит, что Кремль перестанет влиять на события в мятежных республиках. Нет ни у кого сомнения, что минские договоренности продолжат действовать до тех пор, пока они не будут полностью выполнены. И это предполагает, прежде всего, согласование закона о проведении местных выборов на Донбассе, проведение амнистии и осуществление конституционной реформы, закрепляющей особый статус Донбасса в соответствии с минскими договоренностями на постоянной основе. Все это условия Минска-2, на которых в начале года настояла российская сторона. Но большинство украинцев в каждом из этих шагов по последним опросам видят лишь Кабалу и путь к распаду страны. В августе поправки Конституции, предоставляющей автономию Донбассу, Верховная Рада приняла в первом чтении. Однако, какую ценой? Погибший в беспорядках у стен парламента и покинувшая правящую коалицию радикальная партия Олега Лешко. Второе чтение в декабре, и исход его еще менее очевиден. На этом фоне отмечают и Лавров, и Климкин. На Донбассе опять загремело оружие. Эта неделя была очень сложной, с постоянными обстрелами. Мы не достигли реального прогресса в допуске об ОСЕ. Негосударственные организации, такие как «Врачи без границ», сейчас просто выкинуты с территории Донбасса, где они помогали сотням людей, в том числе, как известно, больным туберкулезом. И это, естественно, шаг к гуманитарной катастрофе на территории Донбасса. Однако, даже это в сравнении с прошлогодними боями каждая из сторон называет положительной динамикой. Из лексикона Сергея Лаврова исчезло слово «ополченцы». Его украинский коллега Павел Климкин больше не говорит о российской агрессии. На повестке дня все чаще мирные темы – восстановить возоснабжение, железнодорожное сообщение на юго-востоке Украины. Для этого стороны договорились приступить к разминированию зоны боевых действий. А Москва пообещала убедить сепаратистов допустить на Донбасс международные организации.